Это телеканал «Ноябрьск-24». Здравствуйте! И в ближайшие полчаса о главных событиях этой недели. Вышли на проектную мощность. В Сабете запустили третью очередь «Ямал-СПГ». Делают все возможное и невозможное. Ноябрьские врачи круглосуточно дежурят у мамы, заразившейся ботулизмом, и ее новорожденного ребенка. Сгорело все, но главное – удалось спастись. Мать с двумя детьми вовремя выбежала из горящего дома. Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал-СПГ» во вторник вывели на полную производственную мощность. Это 16,5 млн тонн сырья в год. В церемонии запуска и отгрузки первой партии СПГ на танкер «Кристоф де Маржери» принял участие Дмитрий Медведев. Он лично дал старт процессу. Третья технологическая линия позволит увеличить производство на 5,5 млн тонн. Сейчас строится и четвертая очередь. При этом она уже позволяет производить до 900 тысяч тонн сжиженного газа. Напомню, добываемое сырье круглый год поставляется в страны Европы и Азии. С начала работы проекта объем поставок превысил 7 млн тонн. Важно и то, что «Ямал-СПГ» будет стимулировать развитие транснациональной инфраструктуры. Прежде всего, северного морского пути, магистрали, которые соединяют Европу и Азию. Я убежден, что для наших зарубежных партнеров участие в этом проекте, который состоялся уже в российской Арктике, и в целом ряде других очень крупных проектов открывает большие перспективы. Врачи Ноябрьска продолжают борьбу за жизнь и здоровье матери и новорожденного ребенка. Их из Губкинского экстрена привезли в перинатальный центр. Будущая мама и еще пятеро членов семьи отравились рыбой, которую купили с рук. Позже врачи подтвердили у всех госпитализированных ботулизм, тяжелейшее инфекционное заболевание. Как проходило спасение беременной женщины, расскажет Яна Джуз. Арсена Рутинян скромно отворачивается от камеры, кажется, не хочет лишний раз слышать слова благодарности. Сейчас врач стоит у кровати Сабины Казиевой. Десять дней назад жизнь тогда еще беременной девушки висела на волоске. В Губкинскую больницу она попала с признаками острой пищевой инфекции. На руках у местных медиков пациентка пережила даже остановку сердца. Спасло только то, что рядом были профессионалы. Но и они тогда еще не догадывались, что имеют дело с проявлениями ботулизма. Экстренно коллегам на помощь выехала бригада ноябрьских специалистов. По сути это катастрофа, потому что выживаемость при вот такого рода осложнениях, она, как правило, меньше процента. Меньше процента? Меньше процента, да. И что касается именно беременных. То есть если остановка сердца у беременных по тем или иным причинам, то выживаемость у этих пациентов достаточно невысокая. Меньше процента. Срок беременности Сабины на тот момент 27 недель. Везти ее до соседнего ноябрьска было слишком рискованно. Поэтому на месте Арсен Рутинянц принял решение, которое спасло жизни матери и ее малыша. Сабине провели экстренное кесарево сечение. Ребенок, говорят врачи, появился на свет совсем крохой. Его вес не достиг и 800 граммов. Новорожденного в специальном кювезе повезли в ноябрьск. Доставили в перинатальный центр. Начали ему оказывать медицинскую помощь уже в условиях стационара третьего уровня. Потом вернулись к маме. После того, как удалось ее стабилизировать, мы уже доставили маму в отделение реанимации хирургического корпуса. За жизнь женщины в ноябрьске боролась целая команда специалистов. Инфекционисты, гинекологи, неврологи и хирурги. За неделю с небольшим состоянием молодой мамы удалось привести в норму. Сабину даже перевели из реанимации в палату инфекционного отделения. Да, он мчал из ноябрьска в Губкинский. Мне кажется, быстрее машина. Да, спасибо ему большое. Спасибо большое девочкам с реанимацией. Они меня выхаживали как могли. И здесь, вон, девочки тоже выхаживают как могут. Спасибо всем большое. Мальчику набрать вес сейчас помогают опытные врачи. Имени у ребенка пока нет. Эти молодые родители займутся чуть позже. А пока профильные ведомства ищут людей, у которых семья купила рыбу. Уже подтверждено, что именно этот продукт стал причиной развития ботулизма у молодой мамы и еще пятерых взрослых. По информации Роспотребнадзора, продукт мог попасть на Ямал из Дагестана. Рыбу семья купила с рук. Врачи назвали самые распространенные среди жителей ноябрьска болезни. Чаще всего горожан беспокоят сердце. В 2018 году на диспансерный учет по данной группе заболеваний было взято более 4700 жителей ноябрьска. На втором месте онкология. За 11 месяцев этого года врачи выявили 253 новых случая онкозаболевания, из которых 60% на первой и второй стадиях. На третьем месте проблемы органов пищеварения. На четвертом эндокринной системы. Добавлю, центральная городская больница расширяет возможности лечения онкобольных. Так в медучреждении открылся межрайонный онкологический центр. Увеличился спектр оперативных вмешательств, в том числе и эндохирургических. А в 2019 году в штате появится еще один врач-онколог. Трагедия или счастливое стечение обстоятельств. Жители ноябрьска Кристина и Захар Телиус пытаются понять, как относиться к событиям их жизни. В ночь субботы на воскресенье у семьи сгорел дом, а вместе с ним все вещи и документы. Но главная молодая мама спасла из огня двоих маленьких детей и смогла выбраться сама. Евгения Демина встретилась с чудом спасшимися погорельцами. Я одного ребенка в одну руку в одеяло, другого ребенка в другую руку тоже в одеяло. С двумя детьми выбегаю, открываю эту же дверь и там уже огонь просто на потолок уже идет. В три часа ночи Кристина проснулась от странного шума, выглянула в коридор и поняла, пришла беда. В доме она была с двумя маленькими детьми, дочери два с половиной, сыну чуть больше года. Муж в эту ночь был на работе. В считанные минуты молодая мама собралась, вызвала пожарных и успела босиком выскочить из дома. Сейчас с ужасом понимает, промедлила бы еще немного и единственный путь к спасению был бы отрезан. Мне сегодня дознаватель задал вопрос, как вы вообще выбрались, как? Он говорит, я, ну как знающий, я видел этот пожар. Как? Как там можно было спастись? Знаете, еще пять минут и вот этот вот вход нам был просто закрыт огнем. Сообщение о пожаре в частном доме в Самострое поступило на пульт дежурного 9 декабря около половины четвертого утра. Пожарные расчеты приехали быстро, но деревянный дом уже полыхал. Огнеборцам пришлось не только тушить огонь, но и защищать от возгорания соседние постройки. Полностью пожар был ликвидирован к пяти часам утра. В результате пожара конструкция мансардного этажа обрушена по всей площади. Конструкция самого здания повреждена площадью около 100 квадратных метров. Все имущество залито водой. Причина пожара – ущерб. Вино на лицо устанавливается. Проводится доследственная проверка. А вот этот угол больше всего пострадал, вот эта вот часть. Ну и жена говорит же, что вот эта дверь горела, когда она открыла дверь. У нас дома открыла дверь, и эта дверь полыхала. То есть, скорее всего, что отсюда все и началось. Вместе с дознавателями глава семьи пытается понять причину пожара. Для безопасности своих близких Захар Телиус, как ему казалось, сделал все. В доме поменял проводку, поставил безопасные светильники, а в каждом углу – по огнетушителю. Но они оказались бесполезны. Дом сгорел полностью, восстанавливать нечего. Сгорели вещи, мебель, игрушки и документы. Пепелище получается. Ну, как все, в принципе, здесь. И вот просто в куче вот этого пепла и мусора лежала семейная фотография, где я, маленькая, сестра моя, папа и мама. Не сгорело? Нет. Молодым родителям теперь предстоит долгий процесс возвращения к обычной жизни. Дача показаний, хождение по разным инстанциям и восстановление документов. А главное, им нужно решать вопрос с жильем. Двое взрослых и двое детей остались без крыши над головой, пока их приютили родственники. Где-то нужно свой угол теперь искать, хотя бы на первое время. У нас дети маленькие. Мыли бы вдвоем, было бы проще. Как только о случившемся узнали жители Ноябрьска, Кристине и Захару стали собирать помощь. За один день привезли почти все необходимое для детей. Кроватки, стульчики, стол и одежду. Горожане помогают и финансово. Сообщения приходят даже из других городов. Кристина и Захар признаются моральная поддержка. Самое важное для них сейчас. Но, скорее всего, понадобится и юридическая помощь. Сгоревший дом был в ипотеке. И платить за него предстоит еще много лет. Если долг не покроет страховка. Как правильно все оформить, семья пока не представляет. А главное, теперь им нужно где-то жить. Самое страшное уже позади. Самое главное, мы спасли. Самое главное, мы живы. Остальное, такая ерунда. Евгения Демина, Сергей Павлов. Ноябрьск, 24. 9 декабря практически дотла сгорели сразу два дома. В Ноябрьске без крыши над головой осталась семья Телиос, где воспитывают двоих малышей. В Ингапуровск, комбойка с 8-летним ребенком. В департаменте имущественных отношений рассказали, что готовы предоставить погорельцам временное жилье. Семья Телиос за консультацией уже обращалась. Сейчас им необходимо собрать необходимые бумаги. Это документы на сгоревшее жилье, справка о пожаре и удостоверение личности всех членов семьи. Категория граждан, у которых единственное жилое помещение на территории СССР, было утрачено в результате каких-то чрезвычайных ситуаций. То есть, например, пожар, наводнение. И, соответственно, данная семья может обратиться к нам за предоставлением маневрного фонда. Свободное помещение есть, но необходимо отметить, что это комнаты в общежитии. Что касается решения вопроса с постоянным проживанием, то семьи, лишившиеся единственного жилья, могут участвовать в жилищных программах. Но прежде им нужно юридически признать непригодными свои сгоревшие дома. Например, семья Телиос может подать документ на программу поддержки молодых семей, чтобы получить субсидию на оплату первоначального взноса и иметь возможность взять новый ипотечный кредит. В микрорайоне Оболонь построят детский сад, образовательное учреждение. Город планирует возвести на условиях партнерства с частным бизнесом. Земельный участок уже выделен. Он располагается в районе домов 199 и 214 по улице Сибирская. Площадь участка больше 40 тысяч квадратных метров. Правда, прежде чем начать строительство, землю нужно освободить от самовольных построек, а их на территории более 70. Это контейнеры, бочки и металлические гаражи. В администрации города просят владельцев снести постройки самостоятельно и дают время до февраля. После этого будет заключен муниципальный контракт на расчистку территории. Само уже строительство дошкольного учреждения планируется начать уже в следующем году. В этом году мы уже предоставили земельный участок в районе данной территории по столице детского садика. И планируется заключение в следующем году правительственного округа консервного соглашения либо на условиях государственного частного партнерства на столице детского садика. То есть с нашей стороны уже все мероприятия выполнены практически. Строительство мы ожидаем на 2019 году. Прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. Когда увлечение становится прибыльным делом, предприниматель из Ноябрьска стал призером всероссийского конкурса. Ноябрьские общественники выиграли национальную премию. Жюри оценило проект социального такси для инвалидов. И как выбрать сладкий новогодний подарок. Советы юмальцам дает Роспотребнадзор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова